Пришла беда, надейся на себя. Кто как не боец в ринге это понимает? Здесь нет друзей, которые помогут, нет полиции, которая спасет. Есть только рефери, который может отсчитать до десяти, пока твои мозги пытаются из киселя вернуться в состояние холодца. Муай-тай, он же тайский бокс, один из самых брутальных и жестоких видов единоборств, где нокаут это синоним слова поединок. А все потому, что здесь разрешены удары руками, ногами, локтями и коленями. А в некоторых направлениях, таких как муай-баран, бирманский бокс и подобных, можно даже бить головой и в пах. Приветствую вас, разящие локти тюленя. С вами Федорович, а в этом видео вы зацените 13 жесточайших нокаутов в истории муай-тай. Для того, чтобы малому бизнесу было приятнее, государство его понемногу придушивает. А есть бойцы, которые не хотят делать приятно сопернику и нокаутировать его сразу. Они удовольствие растягивают. Прямо как это произошло в марте 2016 года в бою Эрселя против Натавута. Мужик пять раундов периодически простреливал голову соперника, пока в заключительном раунде не выдал нечто. После пролетевшего правого хука сразу же послал правый хай-кик, который и поставил точку на мучениях бедолаги. Никто еще не спотыкался, лежа на диване, а вот начавший путь обязательно узнает горечь падения. Бедолаге Хэбэйсону невероятно не повезло. Дебютировать на профи ринге против мировой звезды, у которого за плечами под 250 поединков, уже легендарного Алерт Силы. Полтора раунда жестокого избиения закончились фантастическим обманным фронткиком с переходом в хай-кик, который похоронил парня и его мечты о славе. Единственный способ быть здоровым – это есть то, что вы не любите, пить то, что вам не нравится и делать то, что не хочется. И уж точно не выходить в ринг, ведь там здоровее точно не станешь. Это на себе проверил Сингдом, когда в 2017 году решил сразиться с Кабулговым, который про здоровье тайца совсем не думал и отправил того в нокаут красивенной вертушкой, которая для тайского бокса – большая редкость. Победу одерживает тот, кто выдерживает больше. Похоже, с таким девизом в ринг вышел дебютант Нгуен в черных шортах противопытного Чивила. Парнишка, несмотря на дебют, отчаянно шел в обмен, навязывал хоть боя и жестко рубился, что и принесло ему яркую победу. Парнишка, несмотря на дебют, отчаянно шел в обмен, навязывал хоть боя и жестко рубился, что и принесло ему яркую победу. Неудачные попытки заняться сексом индусы назвали Камасутрой. А неудачный поединок боец никак назвать не может, потому что после нокаута что-либо вспомнить тяжело. Вот так и Барачи, неделю не мог вспомнить, как оказался в больнице после поединка с легендарным Сайнчаем. Зато этот феноменальный нокаут ударом ножницей от иконы Муай-Тай миллионы людей помнят и будут помнить годами. Семь раз упал, семь раз поднимись. Это знает каждый воин. Это знал и Сасипрапа в поединке против Топика. Мужик в чисто тайском стиле, на расслабоне, хотел показать свое превосходство над европейцем. Но получилось все как хотел, только наоборот. В каждом раунде Топик четко давал леща своей ластой по уху тайца. И тот, как подстреленная утка, пикировал на канвас. Но вставал. Пока это не надоело рефери и он остановил бой в третьем раунде. Настойчивость и упорство Настойчивость и упорство – это отрицательное качество, если человек тупой. Но для бойца это качество неотъемлемое. Именно такими настойчивыми, упорными и жестокими были Рамбонг и Чалаванг, когда сошлись в ринге в 2018 году. Зрители не переставали восхищаться весь бой от ярких обменов ударами. А от феноменального нокаута фронткикам в лицо вообще пришли в восторг. Кстати, этот нокаут был признан нокаутом года. Если теща назвала тебя сынок, значит пришла весна и пора работать на огороде. А если бойца называют лучшим и выставляют против легенды, значит пора занимать бойку в больничке. Я думаю, что Зарипов в апреле 2012 года заказал себе место в палате наперед. Ведь в ринг он выходил против легендарного Буакава в его лучшие годы. Бой был хорошим, но результат жестокий. Подумав, решайся. Решившись, не думай. Это залог успеха бойца. Вышел в ринг, дерись так, как никогда. А в этом бою между Сингтонг Ноем против Жанга зрители увидели нокаут, который никогда не видели. После хороших обменов Жанг исполнил удар, который можно сделать только в Мортал Комбате. И то, если выберешь правильного бойца. Правительство официально заявило, что доходы граждан падают из-за того, что они дома свистят. А вот бойцы точно знают, отчего у них с годами начинает свистеть фляга. Ведь после таких фантастических нокаутов теряют не только зубы, но и память о детстве. Не удерживай того, кто уходит, и не прогоняй того, кто пришел. Но если приходят в ринг тебя бить, тогда нужно не просто прогонять, а жестоко отбиваться. Тибаут в поединке против Вонга полностью доминировал в бою и был за шаг до победы, забив китайца до нокдауна. Но Вонг, как феникс, воскрес и провел невероятный удар локтем с разворотом. Море потому велико, что не брезгует мелкими ручейками. А боец становится великим, когда пахает на ежедневной рутине. Ведь чтобы наработать хайкик, которым Кулебен отправил в нокаут петча Савина, его нужно тренировать тысячи раз. Мужики в поликлинике делятся на тех, кого привела мама и кого привела жена. А бойцы, которые выходили против Буакава, тоже делились на две категории. Те, кто падал в сознании и без. Вот Кальво в 2013 году повезло, и он ушел в нокаут, будучи в сознании. Но он, наверное, предпочел бы оказаться без сознания. Ведь боль после второго попадания в печень просто адская. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, становитесь спонсором канала и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите про свои невероятные нокауты в ринге или в кабаке. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Раз, два, три. Это биомеханическое эффективное движение. Ее знать надо. Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Редактор субтитров А.Семкин